МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Недельное совещание у главы муниципального образования. А что с вактором ее сразу не убрали? Я не смог ее завести, я же вам объясняю, что машина сломалась. Борьба с нарушителями областного законодательства. Криминальная обстановка за неделю. Я вышла сюда с мамой и с младшим братом. Мы здесь играли в разные игры. Семейный поход выходного дня. А теперь об этих и других событиях подробнее. Министерство образования и науки Российской Федерации подвело итоги мониторинга эффективности деятельности организации высшего образования. В Смоленске эффективными признаны 6 вузов. Госуниверситет, физакадемия, сельскохозяйственная академия, медакадемия, институт искусств и гуманитарный университет. Из центра региона отправлен 14-й груз с гуманитарной помощью для детей Донбасса. На этот раз, кроме продуктов и товаров первой необходимости, отправили средства гигиены. Очередная партия гуманитарной помощи, как и все предыдущие, предназначена воспитанникам детских специализированных социальных учреждений. На плановом еженедельном совещании глава муниципального образования Вячеслав Сидунков подвёл итоги минувшей недели и определил задачи на текущую. В администрации получили подтверждение о выделении финансовых средств из бюджета Смоленской области для выполнения ряда работ в Десногорске. Уже объявлено три аукциона на проведение ремонтных работ на автодорогах. Ближайший пройдёт уже на следующей неделе. В августе дороги будут отремонтированы. На текущей неделе произойдёт ещё одно важное событие. На этой неделе у нас тоже серьёзное событие произойдёт. Мы разместим аукционное возобновление работ общестроительных на нашем долгострое, на универсальном спортивном комплексе с ледовым катком, что тоже не может не радовать. Кроме того, достигнуто соглашение с областью о возобновлении этого строительства на долгосрочной основе. Заместитель главы Сергей Тощев от лица администрации поблагодарил всех горожан за оказанную помощь семье Виноградовых. Жители города уже на сегодняшний день перечислили около 100 тысяч рублей. Оказывают помощь и предприятия, учреждения. Атомтранс перечислил 41 тысячу. А вот сейчас уже ожидается большая сумма от Смоленской атомной станции, ВЦМ и других предприятий. Перечисленных денег должно хватить на питание. Но Алифтине предстоит курс реабилитации в Брянске. Так что акция не заканчивается. Все желающие могут перечислять деньги на банковскую карту матери. Номер вы видите на своих экранах. В учреждениях образования идут ремонтные работы и подготовка к началу учебного года. В рамках сотрудничества с клубом «Динамо» с 16 по 30 июля на спортивных площадках Десногорска пройдёт учебно-тренировочный сбор для баскетболистов из Москвы. Через Смоленскую область не пропустили мясные консервы из Белоруссии. Груз общим весом около 2,5 тонн без необходимых сопроводительных документов направлялся в Московскую область. Кроме того, автотранспортное средство, в котором перевозилась продукция, не оборудовано холодильной установкой. Специалисты Россельхознадзора вернули консервы отправителю. Смоленскую область принудительно покинули 9 иностранных граждан. Три гражданина Таджикистана, 4 Узбекистана и 2 гражданина Молдавии были припровождены приставами до пункта пропуска через границу Российской Федерации, где официально переданы пограничникам. Все выдворяемые иностранцы изыскали возможность оплатить перелёт на родину. Во вторник состоялось очередное заседание административной комиссии. Какие статьи чаще всего нарушают горожане и каковы меры административных взысканий по ним, смотрите в нашем следующем сюжете. В этот раз на рассмотрение было представлено 10 протоколов. По статье 17.4 областного законодательства за нарушение благоустройства, в основном это неправильно припаркованные автомобили, рассмотрели 8 протоколов. По 7 из них нарушители оштрафовали минимальным штрафом 3000 рублей. Один из нарушителей, который не явился даже для составления протокола и беседы, оштрафован на 4000 рублей. Напоминаем, что за нарушение парковки и других правил благоустройства предупреждений нет, а штрафы от 3 до 5000 рублей. Один любитель меломан умудрился дважды попасть немилость к своим соседям, слушая музыку после 22 часов. За нарушение тишины и спокойствия в ночное время он теперь заплатит 3000 рублей штрафа. За первые 6 месяцев текущего года по области зарегистрировано 518 пожаров, в которых погибло 53 человека, в том числе два ребёнка. Оба случая произошли в Рославльском районе. 34 человека получили ожоги и травмы различной степени тяжести. 74 человеческие жизни спасено пожарными. В УФСИН России по Смоленской области также подвели итоги работы в первом полугодии. С начала года в результате обысковых мероприятий было изъято больше 17 литров спиртных напитков, 345 сотовых телефонов, около 750 граммов наркотических веществ. Практически всё было изъято при попытке доставки. О криминальной обстановке в нашем городе за минувшую неделю расскажет майор полиции Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть УМВД поступило 133 сообщения о преступлениях и происшествиях. Из них 7 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 111 административных правонарушений. В том числе о нарушении правил дорожного движения 85. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержан один водитель. За распитие спиртных напитков а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 18 человек. В сети появилось видео о том, как в Смоленске неравнодушный водитель помог подняться упавшему на проезжей части пешеходу. Мужчина переходил дорогу по зебре. По свидетельству интернет-пользователей, упавший человек с ограниченными возможностями, который вряд ли бы смог подняться самостоятельно. Видео записано на регистратор одного из проезжавших автомобилей и названо «Поступок». Губернатор Алексей Островский вручил многодетным мамам почетный знак «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной. Среди них – жительница Десногорска Елена Шилина. Елена и ее супруг Григорий, работник управления информацией связей с общественностью Смоленской АЭС, воспитывают двух сыновей и двух дочерей. На территории турбазы «Соколья гора» под Смоленском вот уже третий год подряд открылась смена «Патриот». В лагере собрались подростки из разных районов нашей области, в том числе шесть юных десногорцев. Дискуссионные площадки, мастер-классы, знакомство со священниками и многое другое ожидает ребят в ближайший месяц. В минувшие выходные сотрудники молодежного центра совместно с волонтерами из молодежной редакции «Поколения» и студенческого актива «ОСА» организовали и провели семейный поход «Вместе мы сильнее». Местом для стоянки была избрана база военно-патриотического клуба «Ангел». Семейный поход – это замечательный вариант провести веселые, полезные и интересные выходные всей семьей. Смена обычной городской обстановки, свежий воздух, общение с природой и минимум финансовых затрат. Собирались на два дня с ночевкой в палатках, но вмешалось ее величество погода. Несмотря на это, и целого дня было вполне достаточно, чтобы на всю предстоящую неделю насытить свой уставший от городской суеты организм свежим воздухом и полюбоваться красотой природы. А некоторые даже смогли полакомиться созревшей черникой. Я сюда приехала вместе с мамой и моей сестрой отдыхать в молодежном центре. Мы сюда приехали, мы здесь много играли, и мне здесь очень понравилось. Больше всего понравилось так, как мы играли в волейбол и в прятки. Разные игры. В этом году программа похода была изменена. Дети участвовали в различных конкурсах, играх, состязаниях, а с родителями провели психологический тренинг семейных отношений. Тепло семьи. Хорошо, весело, забавно. Детям хорошо и весело. У них отдельно, у нас отдельно. Дети и взрослые получили массу удовольствия, открыли для себя удивительный мир природы, получили полезный опыт туристической жизни и завели новых друзей. А что может сравниться с обедом, приготовленным на костре? Если, допустим, люди поймут природу, они станут лучше. И просто хотя бы начнут друг друга улыбаться. Дружеская и тёплая атмосфера, а также общий интерес, несомненно, сплотили семьи. Этот поход стал общим полезным семейным приключением. Как правило, всё равно приходят уже те, кто был в прошлом году. Они уже заценили, им понравились, они зачастую приходят с друзьями. Количество семей всё равно увеличивается. Все семьи, участвовавшие в походе, получили грамоты и заслуженные призы. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова